Привет, друзья! 10 упражнений, которыми вы можете эффективно разнообразить свою тренировку рук в этом видео. Если вы один из тех людей, которые способны получать удовольствие, когда мышцы разбирает от пампа, то это движение вы оцените. Такие сгибания Супермена – это хорошая изоляция для ваших бицепсов в чистом виде. Но здесь важно не спешить, особенно в фазе растяжения. Постарайтесь медленно и подконтрольно разгибать руки, чувствуя каждый сантиметр амплитуды. Хорошо, если перед вами будет зеркало, и вы сможете посмотреть, насколько чистым получается движение. Руки должны двигаться только в локтях, без подтягиваний к корпусу за счет спины. Так максимальный стимул к росту достанется именно вашим бицепсам. Если вам приелись уже обычные подъемы на бицепс, добавьте в них статику. Причем не после упражнения, а прямо по ходу. Одна рука согнута в локте за счет того, что вы напрягаете бицепс, а другая в это время делает сгибания. Сделали пять раз и поменяйте руки. Сделали еще пять раз, снова поменяйте. Причем вес постарайтесь подобрать такой, чтобы после десяти повторений на каждую руку вы больше не могли сделать ни разу. То есть выполните это упражнение в отказ. Так вы и реанимируете интерес к старым добрым подъемам и делаете движение, которое временем доказало свою эффективность. Но что делать, если у меня проблемы со спиной, а я хочу использовать эти проверенные эффективные упражнения? Выход простой. Сделать движение лежа. Зафиксируйте рукоять на нижнем ролике, опуститесь на пол и выполните сгибания. Кроме того, что нагрузка на позвоночник тут намного меньше, еще и читинговать не получится, потому что и корпус не раскачаешь, и локти дальше, чем пол, понятное дело, не уйдут. Кстати, если вы не хотите ложиться на пол, то можно сделать то же самое на тяге горизонтального блока. Единственное, на что надо обратить внимание, это ваши плечи. Они должны быть зафиксированными. Тогда все сливки этого упражнения снимут ваши бицепсы. Сгибание на бицепс с упором на скамью – это такой античитинговый вариант, плюс это движение, которое прицельно бьет прямо в ваши банки и дает возможность исправить отставание. Если у вас одна рука в объеме больше, чем другая, то возьмите нужный вес и начните подход с отстающей. Сделайте столько раз, сколько можете, и после этого повторите то же самое число доминирующей рукой. Так постепенно отставание будет все меньше, а ваши руки все пропорциональнее. Сгибание рук с гантелями лежа на скамье – это еще один вариант разгрузить спину и нагрузить бицепсы. Крутейшее движение, которое любит точно подобранный вес. Найдите его, и оно заставит прочувствовать буквально каждое волокно ваших двуглавых мышц. И старайтесь выполнять его медленно, так, чтобы вы полностью контролировали движение и руки не раскачивались. Делать это упражнение можно и с гантелями, и с грифом. Оба варианта очень хорошо работают. О тренированности рук больше бицепсов заявляют только ваши предплечья. Эти мышцы всегда на виду. Мужчина с мощными предплечьями смотрится гораздо внушительнее. И есть вариант, в котором помимо прокачки бицепсов, можно нарастить нагрузку на предплечья. Это подъемы гантелей, в которых мы разворачиваем кисть. И сгибания делаем поочередно. То ладонью вверх, то ладонью вниз. Это заставляет мышцы ваших рук поработать в непривычном для них режиме. Одно из моих любимых упражнений на руки – это молотки. Они классно пробивают ваши предплечья, включают бицепсы, плюс прокачивают брахиалис. Эта мышца находится под бицепсом, и в объеме она небольшая. Но, если брахиалис у вас тренированный, то своим объемом он как бы выталкивает бицепс, и ваша рука смотрится еще мощнее. То есть, по сути, это движение три в одном – предплечья, бицепсы и брахиалисы прорабатываются за раз. И сейчас я хочу предложить вариант, когда вы делаете молотки, чередуя амплитуду. Одно повторение – в полную, одно – в половину амплитуды. Фишка в том, что так вы создаете пиковое напряжение в мышцах, и в момент, когда они могли бы начать расслабляться, вы снова их напрягаете. В таком исполнении хорошее жжение вам гарантировано. Но, как бы мы не любили тренировать бицепсы, большую часть объема руки формирует все-таки трицепс. И на этот счет у меня для вас есть несколько интересных упражнений. Начнем с амплитудных разгибаний. Вы можете взять карабины с верхних роликов кроссовера, так, чтобы тросы шли накрест, и сделать привычные разгибания. Но амплитуда при этом будет гораздо больше, чем с маленьким канатом. И здесь мы имеем еще один вариант. Если у вас есть две канатных рукояти, то зафиксируйте обе за один край. У вас получится рукоять в два раза длиннее. И с ней вы можете повторить такие же разгибания, но уже с большей амплитудой. Вы когда-нибудь делали разгибания с гантелью в упоре? Если да, то вспомните, какая амплитуда у вас была, и как вы держали руку. Если ваша рука находится на уровне корпуса, то движение будет эффективно на маленьком отрезке амплитуды. Потому что дальше, чем перпендикуляр с полом, нагрузки на трицепс нет. Выход какой? Можно поднять руку выше, и тогда ваша амплитуда увеличится. Но, честно говоря, этот вариант, он не особо удобный. Есть получше. То же движение, только на блоке. Здесь вектор нагрузки будет направлен вперед, в отличие от гантели, где он направлен вниз. Так у вас в кармане и полная амплитуда, и удобство, и напряжение в трицепсе вы не теряете. Разгибание на блоке обратным хватом – это упражнение, в котором трицепсы вы сможете прочувствовать на полную. Но тут может появиться вопрос – а что меняется от обратного хвата? Ответ – ничего в плане нагрузки на трицепс. Но такое положение анатомически более удобное. И имейте в виду, что по ходу движения второстепенные мышцы будут провоцировать вас на читинг. Но чем четче будет ваше движение, тем больше результата оно даст. Поэтому сделайте его максимально качественно, и ваши трицепсы на это отреагируют. А для того, чтобы получить от меня полноценную, грамотно составленную программу тренировок, проходите по ссылкам, которые я оставил под этим видео. Если вам понравились упражнения из этого видео, и какие-то из них вы взяли себе на вооружение, то поставьте ему лайк и поделитесь своими впечатлениями, как вам вообще ощущения, понравились вам эти упражнения или нет, после того, как вы их попробуете. Будет интересно узнать об этом, и для других людей это будет тоже полезно. А я вам желаю успехов, удачи, занимайтесь собой и получайте удовольствие от правильных тренировок. До встречи в следующем видео!